Правительство республики выделит средства на оснащение резервного инфекционного отделения в ЗАУской районной больнице. В случае необходимости туда будут помещены на карантин лица с подозрением на заболевание новым вирусом. «Надо оборудовать, приобрести мягкий инвентарь и там ещё ряд мероприятий. Поэтому просто поддержать и выделить средства для оснащения данной больницы». На заседании правительства внесены поправки в закон о судебных приставах. Министр юстиции предложила расширить полномочия приставов. В частности, речь идёт об исполнении судебных решений, касающихся иностранных граждан, которые подлежат выдворению за пределы республики. «Речь идёт о процедурах, которые совершаются службой судебных приставов при исполнении решений суда. И мы уже представили в новом варианте, это просто будет звучать следующим образом. Исполнение постановлений судей о принудительном выдворении за пределы республики Южной Осетии иностранного гражданина или лица без гражданства заключается в препровождении до пункта пропуска через государственную границу республики и официальной передачи указанных лиц по граничным органам». Из бюджета республики будет субсидировано унитарное предприятие «Ирагропромсервис» для государственной поддержки фермеров и населения при оказании сельскохозяйственных услуг. Средства будут в основном направлены на выполнение пахотных работ с учётом требований районов. Также Кабинет министров одобрил выделение субсидий государственному унитарному предприятию «Энергоресурс» на оплату задолженности по электроэнергии перед российской компанией «Интеррау». «У нас было подписано соглашение с интервалом 17 августа 2017 года о реструктуризации долга, который составлял за время 326 миллионов рублей, 626 тысяч рублей. И каждый год у нас бывает дополнительные субсидии за покращение этого долга, разработанных график на 10 лет, и каждый год мы их погашаем, в отличие от текущего. Другие годы составляют 26 миллионов 364 тысяч рублей, которые нам предоставят оплатить нашу интервалу Российской Федерации». Кабинет министров также утвердил план распределения лесного фонда по санитарным рубкам на 2020 год. Роза Тедеева, Азамат Кудзеев, информационный выпуск «Сегодня».